Микс Ньюс Добрый день, в эфире программа «Абонент доступен» в студии Анна Смирнова И сегодня с нами на удаленной связи по скайпу писатель-фантаст Сергей Лукьяненко Сергей Васильевич, здравствуйте Здравствуйте Сергей Васильевич, вот в 98-м году вышел ваш роман «Ночной дозор», в 2004-м вышла экранизация Это была первая экранизация, насколько я понимаю, ваших литературных произведений Да, да Был такой большой резонанс этот фильм вызвал Вот вы думали о том, что ваши книги когда-то будут отражены на телеэкране? Ну, я на самом деле на это надеялся, рассчитывал Любому автору очень интересно увидеть свои книги в кино, в телеверсии Ну, вы были довольны результатом? Вы знаете, писатель, наверное, может быть абсолютно доволен Только если он сам экранизирует свою книгу Ну, в том случае, скорее, да, доволен, потому что, несмотря на значительные отличия от самой книги От сюжета книги, это получился очень прорывный и шумный фильм Который очень сильно помог российскому кино в целом Действительно, очень хорошо популяризировал мои книги То есть, конечно, я доволен Да, его даже называют первым российским блокбастером Ну, вот вы являлись и автором сценариев «Всех дозоров» Соответственно, насколько, на ваш взгляд, был удачно подобран актерский состав? Например, Жанна Фриске на роль «Ведьмы Алисы» Или там Хабенский на роль Городецкого Вот вы были довольны выбранными актерами? Я не всегда был доволен Иногда я спорил с режиссером Ну, кстати, даже по поводу Жанны Фриске Я сомневался, что она сможет все сыграть, как надо Потому что все-таки она, в первую очередь, была певица Но режиссер твердо стоял на своем Сказал, что играть будет И оказался прав, сыграно было хорошо Разумеется, это немножко не тот образ, который был в книге Но режиссеры, они всегда часть образа видят по-своему Точно так же и, скажем, Хабенский Он сыграл прекрасно, великолепный актер Но его Городецкий немножко не такой, как в книге Это есть Ну, что поделать? Это право режиссера давать свою трактовку Я напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните нам и задавайте вопрос нашему гостю Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сегодня с нами на связи То, что вот вы по специальности врач-психиатр Это вам помогает в создании своих фантастических произведений? Нет, это традиционный вопрос Это всегда спрашивают На самом деле нет Это не сильно зависит от профессии То есть какого-то более глобального анализа своих персонажей Вы от этого То есть это никак не влияет, да? На написание Понимаете, психиатр все-таки занимается крайними случаями, патологиями А большая часть персонажей, она все-таки обычные люди Даже если они не люди, а вампиры или кто-то еще Поэтому там не так важны эти профессиональные знания Ну вот Ночной дозор и другие дозоры Рассказывают о тайной борьбе темных и светлых сил в столице России А это фантастика Но по сути и реальность тоже Так же как ежедневно Вот война добра и зла Она невидимая для нас Или может быть даже в видимом уровне Она ведется То есть отчасти эти романы можно назвать отражением реальности Или же нет? Конечно На самом деле для себя я характеризовал всегда дозор Дозорную серию как книги о борьбе двух спецслужб Нашей и не нашей Хорошей и плохой Но при этом важно понимать, что это в обеих случаях спецслужбы Которые борются, используют порой не самые, может быть, красивые приемы Но, так сказать, мы все равно остаемся на стороне нашего Штирлица А не вражеского какого-то шпиона Да, у нас есть звонок радиослушатель на линии Здравствуйте Слушаем вас Здравствуйте Я хотел бы спросить Насколько серьезное влияние Если, конечно, оно было На вас оказали советские фантасты Ну, в частности, братья Стругацкие Вот как вы вообще относитесь к ним и к советской фантастике в целом? Спасибо Ну, огромное влияние, разумеется Потому что фантастика в Советском Союзе была При всех идеологических рамках была развита неплохо И братья Стругацкие, они были, наверное, теми Кто создал советскую фантастику в ее таких лучших проявлениях Вывел ее на, в общем-то, международный какой-то уровень Они активно переводились, они были известны за рубежом И они, наверное, так первыми доказали Что фантастика может быть не просто развлекательным чтением Не просто познавательным, а еще и хорошей литературой То есть влияние Стругацких, наверное, на все мое поколение фантастов Оно огромное Ну, вот, Сергей Васильевич, если продолжить говорить О войне добра и зла в реальности Вот, если говорить о современной России То, в первую очередь, борьба между чем и чем идет Или кем и кем, как вам кажется? Вот ежедневно Ну, у нас, скажем так, если говорить о фантастики Идет борьба, наверное, как и в обществе, наверное, в целом Идет борьба определенных тенденций развития общества То есть, условно можно сказать, какое-то более глобалистское Глобалистки-либеральное Которое говорит, что мы должны развиваться строго в том же ключе, что весь мир И движение более патриотически-консервативное Которое считает, что страна должна искать, выбирать и собственный путь И поступать где-то в своих интересах А не в интересах всего, скажем так, мирового сообщества Которое, в общем-то, тоже ориентировано достаточно на мнение определенной группы стран Вот это, наверное, такая вот идеологическая, как ни странно, борьба Она тоже в фантастике есть Ну вот, вы известны свои позиции в отношении того, что Киев и вся Украина – это часть Великой России На ваш взгляд, убийство лидера ДНР Захарченко, что это было и кто за этим стоит? Ну, за этим совершенно однозначно не могут стоять какие-то силы из России Потому что в России это не нужно никому Есть старый принцип «ищи, кому выгодно» За этим совсем, конечно, теоретически может стоять какая-то внутренняя борьба в ДНР, наверное Между какими-то лидерами Но наиболее вероятно, что все-таки стоят, так сказать, люди с противоборствующей стороны С украинской стороны Поскольку Захарченко был очень харизматический, очень волевой лидер И таких, в общем-то, часто пытаются устранить Как в свое время много раз пытались устранить, много сотен раз пытались устранить Фиделя Кастро И как устранялось множество лидеров других государств, кому-то неугодных Ну, здесь, я думаю, все понятно ДНР находится в состоянии войны И, скорее всего, это, конечно, был теракт с украинской стороны Ну, вот после поездки на Крымский полуостров Вас внесли в список сайта «Миротворец» Туда внесли за последнее время много артистов российских, которые выступали в Крыму Теперь им закрыт въезд на Украину Многие даже говорят, что жизнь тех людей, чьи фамилии числятся вот как раз в этой базе, да, украинской Они находятся под угрозой Что вы об этом думаете? Вы не боитесь? Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки там слишком много известных людей Причем не только из России, а со всего мира То есть, если посмотреть, там все уже доходит до такого безумия До таких всемирно известных музыкантов, актеров и так далее Что мне, наверное, бояться надо в одной из самых последних очередей Вот, в общем, это, конечно, удивительное явление, этот сайт Это такое, знаете, в общем, совершенно нечто такое нацистско-террористическое И при этом совершенно свободно действующее в стране Которая заявляет, что она якобы идет в Европу Удивительно, но люди сами, в общем, демонстрируют, кем они являются и что они делают Ну, получается, что украинская база, вот эта миротворец, работает под доносом Что кто-то где-то что-то увидел Вы оказались в базе, вам запрещено въезд на Украину То есть, это возвращение таких сталинских времен на Украине, что ли, или что это? Вы знаете, в какой-то мере, да Как ни странно, те, кто больше всего, наверное, ругает Советский Союз Там некие условно сталинские времена за отсутствие свободы За какие-то притеснения и так далее Вот как раз эти люди, они занимаются как раз самыми карикатурными методами сталинских времен Самыми странными, самыми недемократическими, нелиберальными и так далее Ну, может быть, это действительно даже некие идейные наследники тех комиссаров Которые в свое время расстреливали цвет русской интеллигенции Которые, так сказать, все устраивали революцию А теперь они с легкостью, их наследники переключились и работают в другую сторону Проклиная своих дедов, прадедов Вот, ужасная картина, очень она, грусть большую вызывает, но есть такое Ну вот сейчас можно часто услышать фразу такую, что вот агент Кремля Вас тоже я видела как-то на каком-то сайте называют так агентом Кремля Или говорят, что рука Кремля вот кажется всем повсюду Настолько Кремль вездесущий, стоит ли его бояться, вот как на ваш взгляд? Ну, знаете, вот если действительно почитать, то надо всему миру Надо немедленно капитулировать перед Кремлем Потому что, похоже, не осталось в мире событий, которые так или иначе не сделаны Кремлю Начиная от выборов тех или иных общественных деятелей Кончая каким-нибудь террористическим актом или природной катастрофой Смешно, потому что Кремль — это, ну как, это правительство большой, могучей страны, у которого есть, конечно, свои интересы, свои методы влияния на окружающий мир Но, к моему большому сожалению, правительство моей страны не всемогущее Вот, и не может делать всё так, как хотело бы А может быть и слава Богу Потому что любая ситуация, когда у нас возникает какой-то однозначно суперцентр силы И начинает всем миром помыкать в своих интересах Эта ситуация, в общем-то, приводит к тому, что накаляется ситуация в мире Градус такой, возникает напряжение Как, в общем-то, сейчас мы расхлёбываем то, что мир в какой-то момент стал однополярным На мой взгляд, мир однополярным быть не может Должно быть много полюсов, центров силы, которые будут, продвигая свои интересы, вырабатывать какой-то общий консенсус И вот, исходя из этого, я даже скажу, что я бы не хотел, чтобы Кремль стал всесильным При всём, что я патриот своей страны Пусть будет просто очень сильным, так, чтобы нам никто не мог мешать И тогда человечество потихонечку выработает нормы и правила какого-то общежития Да, у нас есть звонок, радиослушатель на линии, здравствуйте, слушаем вас Добрый день, вот скажите, пожалуйста, вот всё-таки творческая интеллигенция Это, наверное, всё-таки, ну, как бы, чутинсенция элитного общества, да, в любом случае, во все времена была И вот я искренне не понимаю, как всё-таки взгляд на одно и то же То есть, вот, разделение по линии добро и зло У творческой интеллигенции, значит, вот у людей одного и того же круга, значит, образования, происхождения Ну, по всем параметрам совпадающего, диаметрально разница То есть, понятно, почему люди там на ток-шоу там кричат одновременно На Донбассе сейчас война, там просто убивают за взгляды друг друга Но вот интеллигенция, вот, скажем, по одну сторону Ахиджакова, Макаревич, там, Басилашвили Ну, не помню, кто ещё По другую сторону, но, частности, Рули, с другими взглядами Зацепин, Захар Прилепин, ну и так далее То есть, вот, я просто искренне хочу, как бы, так вот проникнуться Но почему люди так по-разному воспринимают понятие добра и зла И я этого не понимаю Может быть, как-то вот вы мне объясните что-то Вот, прояснится у меня в голове Потому что, ну, вот, хочется понять Ну, почему мы так вот различно воспринимаем происходящее Вот Крым наш, Крым не наш И сразу начинаются крики, вопли, хватания друг друга за грудки и так далее Всё хорошего Спасибо, Иван Спасибо Знаете, для меня это тоже загадка Особенно загадка, когда вот общаешься с человеком Которого искренне считаешь умным Вот, и вдруг он говорит что-то совершенно немыслимое Ну, например, я не знаю, там, приведём пример Там вспоминается, там, катастрофа польского самолёта Летевшего, так сказать, в Россию со всеми членами правительства И там человек напомнился и говорит А я вот тоже считаю, что это, наверное, наши его взорвали Вот так хватаешься за голову и говоришь Господи, ну как, зачем, ну ты Объясни, зачем это могло быть нужно Ну, вот это для чего-то было нужно Просто из ненависти Или там человек говорит Ну, наверное, Скрипаля, наверное, конечно, наши его отравили Как предателя Опять же говоришь Ну, подожди, ну ладно, там Ты можешь допускать, что во власти находятся сплошь Какие-то кровожадные люди Ну, давай подумаем, что этот человек Отсидел в тюрьме, был отпущен Много лет уже живёт на Западе Никакими таймами не владеет Никто его как бы, никому он не нужен А вот, братья, проводить какой-то террористический акт против него Вот в данный момент, просто в данную ситуацию напряжённую Это просто рубить под собой сук Никто никогда этого не будет делать А человек смотрит, вот вроде бы, казалось бы, он кивает С этим всё соглашается Потом говорит, нет, я всё равно думаю, что это наши Вот, и руки уже опускаются И ты понимаешь, что человек Он просто принял какой-то тезис Наверное, как символ веры И его с этого уже сбить бесполезно То есть любое зло в мире Он будет приписывать правительству своей собственной страны Почему? Вот загадка, я не знаю Я не думаю, что тут дело даже в воспитании Потому что многие из этих людей Изначально занимали другую позицию А вот, скажем, Анатолий Вассерман Наверное, всем тоже известный Он когда-то был ярым критиком Сталина Таким борцом, так сказать, со сталинизмом Потом, наоборот, перешёл на другую позицию Стал, так сказать, спорить с обвинениями В репрессиях и так далее То есть человек смог перебороть Собственную какую-то установку И, может быть, даже какое-то воспитание Заложенное в него То есть это, по большому счёту Это действительно загадка У меня ощущение, что, знаете Есть такая свойственная русской интеллигенции Во всяком случае черта Что человек, сморозивший глупость Как правило, начинает в ней усердствовать То есть вместо того, чтобы, так сказать Один раз, там, высказавшись Неодобрительно о власти смотреть За следующими её действиями Он почему-то неожиданно решает Ну всё Раз уж я, так сказать, сказал Значит, теперь обратной дороги у меня нет Я теперь буду ругать власть Или, там, не знаю, что-то ещё делать И уже стоит на своей позиции до конца То есть это определённая такая Негибкость психологическая Ну вот если бы я знал, чем это вызвано Я, наверное, был бы тогда Великим каким-то психотерапевтом Или, может быть, даже Великим политическим деятелем Который приходил бы И сразу сходу всех мирил Так сказать, находил точки соприкосновения В общем, давайте мне мою Нобелевскую премию мира Но я не знаю У меня единственное ощущение Что в какой-то момент у людей начисто отключается Критика и здравый смысл Когда они вот говорят там О каких-то политических вещах Вот Так и с тем же Крымом И Донбассом И всем на свете И про тот же Донбасс говоришь Ну, ребята, ну посмотрите Там чья сторона Полит по гражданским объектам По жилым домам и так далее То есть для меня Есть четкий показатель неправоты Это неправа та сторона Которая убивает некомбатантов Мирных людей Которые не участвуют Непосредственно в боестолкновениях Там женщин, детей, стариков Вот Как бы вот это основной принцип Ну, а у людей стеклянеют глаза Они говорят Нет, все равно Все равно, так сказать Это та сторона права Ну вот Михаил Веллер Был вчера гостем нашей программы И он высказал такое мнение Что 2% населения мирового Всего 2% Может самостоятельно Анализировать информацию Остальные же просто подвержены пропаганде В домашней пропаганде Там, не знаю В школе пропаганде В обществе И так далее Там газеты Журналы Телевидение Вот Как вы считаете Существует ли такая проблема Что люди просто самостоятельно Не могут проанализировать информацию Ну люди Люди действительно Не очень Не умеют И не очень Любят мыслить В массе своей Это факт Но все-таки Мне кажется Что количество людей Которые Обдумывают Происходящее вокруг Наверное Все-таки Побольше 2% Вот Я был более оптимистичен Чем Веллер Но мне кажется Что все-таки Их конечно Гораздо Гораздо меньше Чем половина Вот Опять же Если говорить о пропаганде Ну У нас Знаете Вот в России По-моему У меня глубочайшее ощущение Что Идет равнозначный вал Пропаганды Со всех сторон Потому что Есть очень шумные Очень активные Так сказать Деятели Издания Которые Несут свою информацию Там С крайне либеральной Точки зрения Ну то есть Их лозунг Это Кремль взорвать Назначить Американскую администрацию И делать все Как она скажет Вот Есть как бы И другая Конечно Сторона И Тут нельзя сказать Что у нас Какая-то пропаганда Доминирует Ну при всем этом При всем этом Находится Какой-то процент Людей Который Той или иной Пропаганде Доверяет на все 100% И находится Какой-то процент Людей Которые Просто пытаются Все-таки Разобраться Ну не 2% Я думаю Десять Или может даже Двадцать Ну вот Насколько пропаганда Насколько СМИ В России Да вот на ваш взгляд Могут быть Свободными Вообще Или же это Смешно Об этом говорить Да СМИ Нигде не могут Быть свободными Потому что Свобода СМИ Зависит от того Кто дает деньги Давайте говорить Честно И если Так сказать Тот кто дает Деньги Говорит Редактору Вы знаете Мне бы хотелось Чтобы по этой Точке зрения Вы имели Такую позицию Редактор Гордо говорит Нет То у владельца У него конечно Найдутся способы Такого человека Сменить Это будет И в Америке И в Германии И в России И где угодно То есть Другой вопрос Что вот эта Зависимость Она действительно Это независимость От какой-то Одной силы От правительства Или еще От кого-то Это зависимость От конкретной Структуры Или конкретного Лица Дающего деньги Я еще раз напомню Телефон прямого эфира 672 12 93 9 И 672 13 93 9 Звоните нам И задавайте вопросы Нашему гостю Сегодня писатель Фантаст Сергей Лукьяненко У нас на прямой связи По скайпу Сейчас мы сделаем Небольшой перерыв Буквально несколько минут Потом мы вернемся И продолжим Оставайтесь с нами Добрый день В эфире программа Абонент доступен И сегодня с нами На удаленной связи По скайпу Писатель Фантаст Сергей Лукьяненко Сергей Васильевич Еще раз здравствуйте Здравствуйте Сергей Васильевич Ну вот в первой части Мы обсудили Украину Россию Поговорили о борьбе Темных и светлых сил Я также напоминаю Что наши радиослушатели Могут нам звонить И задавать вопросы По телефону 672 12 93 9 И 672 13 93 9 Участвуйте в беседе Ну вот Сергей Васильевич Ваш роман Фантастический Этого года Черновик Он также экранизирован Вот такой Очень захватывающий сюжет Это Кирилля Который стал Бессмертным И имеет выход В несколько параллельных реальностей В экранизации Отмечают Вот большие расхождения С книгой Вы к этому Как относитесь К этим расхождениям Когда режиссеры Меняют события Людей Места в картинах Да там Снятые по вашим книгам Ну вот опять же Как вы относитесь К этим расхождениям Которые присутствуют Уже в экранизации Ну с огорчением Конечно При том что Так странно получилось Что Черновик Он гораздо ближе К тексту Чем например Фильм Ночной дозор К тексту книги То есть Черновик Снят достаточно близко Подробно К тексту книги Ко всем событиям Там есть лишь Несколько Переносов акцентов Но которые На самом деле Многих Зрителей расстроили Ну меня тоже расстроили Спорить не буду Например Один из миров Нирвана Который описан Как такой Своего рода Такая тюрьма Где находится В таком В полунаркотическом Забытии Враги Функционалов Функционалов Сильных Того мира В данный фильм Совершенно Ненужный Такой вот Идеологический Аспект И многих Читателей Которые Пришли в кино Я знаю Это сильно Расстроило И отвратило От фильма Вот Но писатель Действительно Он Не властен Над трактовкой Режиссера Тут К сожалению Ничего не поделать Вот Ну и Я несколько Расстроен Опять же Концовкой Фильма При том Что концовка Она 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 Абсолютно Точно Сделана По книге Вот Практически По книге Вот И Есть лишь Один Единственный Нюанс Книга Завершается Схваткой Между главным Героем И его Бывшим Другом Который Оказывается Так сказать Человеком За ним Наблюдавшим Командующим Беспоттишка А здесь Они мгновенно Примиряются И уходят Так сказать Со словами Что Все Все На просмотр Второго Фильма Сейчас У нас Будут Вот Такие Приключения Ну Это Тоже Это Тоже Конечно Оказалось Ошибкой Потому Что Зритель Был В Некой Растерянности А Что Это Так Вдруг Мгновенно Товарищи Помирились Ну Вот Два Момента На мой взгляд Только Два Момента Которые Очень Сильно Помешали Фильму Ну Завоевать Какое-то Большее Признание Среди Зрителей Повторить Может быть Даже Судьбу Ночного Дозора И так Далее Вот Это Меня Расстраивает Причем В том Что Все остальные Моменты Сделаны Великолепно Красиво И Очень Хорошо Отыграли Актеры От молодых До Опытных Знаменитых Ну Так Сложилось Несколько Ошибок К сожалению Пошли Фильму Не на пользу Ну А что Касается Выбора Актеров В этом Фильме Вы довольны? Да Мне Очень Нравится Практически Все Исполнители Там Всех Ролей На мой взгляд Там действительно Была собрана Прекрасная Команда Из Молодых Актеров Из Звезд И сыграли Они все С душой И сыграли Так вот Искренне Талантливо Ну вот А события Происходят В Москве Так же Как в Дозоре И так же И в романе И в экранизации Соответственно Черновик Вот Почему именно В Москве У вас не было Желания переместить Куда-то героев Я не знаю Там во Францию Например Да Или в Америку Может быть Вы знаете В книге То как раз Герой перемещался То есть Там у него Перемещался И в другие места В других мирах И территориально И Так сказать Побывал В какой-то там Альтернативной Украине Там И Германии И так далее То есть Куда-то Он уходил Но вот У режиссера Был выбран Такой Путь Именно Показывать Москву В разных Вариантах Каких-то Ее развития Что в принципе Конечно Давало Большую ценность Большую ценность Фильму Что облегчало Скажем честно Облегчало Конечно Работу По съемке Но с другой стороны Какая-то была Глобальность Может быть Утеряна Но опять же Говорю Это уже Особенности кино Я тут ничего Не могу поделать Если бы у меня Было там Лишних 5-6 миллионов долларов То Я бы Сам командовал И говорил Давайте снимем Вот так Но это подкупает Зрители Как вам кажется Что вот Они ходят По этой улице Да Сегодня И герой Их книги Которые они читают Также ходят По этой улице Вот Ощущение присутствия Это дает Достаточно большой Эффект Присутствия Эффект Достоверности Наверное Когда Человек читает И обнаруживает Что Герой идет По той же улице Где он сегодня Там шел с работы Он начинает верить Не только в эту улицу Но и в этого героя Даже если Герой Совершенно необычный Фантастический И проблемы у него Какие-то Далекие от проблем Читателя Это такой Да Прием Определенный Литературный Фантастический Ну вот Опять же Фильм Черновик Как пишут В основном Получил Ну не самые Может быть Положительные Отзывы От критиков Вообще Они негативные Слабые показатели В прокате И вообще Отзывы на книгу Они неоднозначные Почему вам кажется Общество Не смогло понять Это произведение Или почему так По сравнению С Дозором Опять же Если сравнивать Ну Очень трудно Сравнивать Между собой Разные книги Отзывы на книгу Черновик По большей части Положительные То есть Книжка популярная И все очень радовались Когда шла экранизация Почему не пошел фильм Ну я как бы Вот уже Как говорится Выше Я про это уже говорил Вот То есть На мой взгляд Несколько буквально Моментов Которые режиссер Решил В противоречии С книгой Они довольно Сильно Повлияли На Зрительское Восприятие Ну а так Знаете Просто Повторить Подряд На похожих Достаточно Сюжетах Повторить Один и тот же Успех Это конечно Очень трудно Я знаю Наверное Лишь Один подобный Случай Когда Человек Выпустил По сути Две одинаковые Книжки И обе были Экранизированы И вышли Хорошие Детские Фильмы Джуванджи И Затура Там человек Вообще Не заморачивался Он просто Написал Одну историю Два раза Про Разные Ситуации Ну про Разных героев Вот А так По сути Это одно и то же Я думаю Что Скорее Какой-то Из следующих Фильмов Которые Выйдут Сможет Потягаться С дозором Как раз По той причине Что он Будет Дальше От Дальше От дозора Меньше На него Похож В случае С черновиком Все Естественно Непроизвольно Сравнивали С дозором Сразу Но дозоры Как бы Они уже Так Вошли В определенную Мифологию И сразу Начинается Начинается Сравнение Не в пользу Конкурентов Ну вот Сейчас Несколько Ваших Литературных Произведений Находятся В работе Так скажем Да И вот Скоро Ожидаются Экранизации Да То есть Возможно Скоро Мы уже Увидим На экране Новые Какие Пока Съемок Не началось Есть по крайней мере Несколько Произведений Где я могу Или может Может быть Два Параллельных Фильма Вот Потом Есть еще Фильм По Книжке Застава Я надеюсь Что тоже Анонсировано Было Такое Начало Съемочного Периода В этом Году Я надеюсь Что Это Произойдет Ну Собственно Говоря Есть еще Несколько Интересных Проектов Но там Пока Нет Отмашки И нет Официально Никаких Сказанных Слов От Режиссеров От Продюсеров Я тоже Не могу Ничего Говорить Сергей Васильевич Ну вот Опять же Приведу Цитату Михаила Веллера Который Вчера Был гостем Нашей программы Он отметил Что классика Ничему Хорошему Не может Научить Потому что Подросток В ней Ну Подростков Не может Научить Потому что В ней нет Истинных Героев Она депрессивна Так как Отвергнут И Чацкий Онегин Печорин Там Нет детей Практически Ни у кого Да Есть только У Анны Каренины И ту сбивает поезд Вот В общем Какая-то Безнадежная Такая ситуация Как вы Относитесь К литературной Классике Ну Классика Не обязана Учить детей Я вообще Считаю Что Классику Надо читать Уже Наверное В каком-то Таком Подростковом Старше Подростковом Возрасте До этого Надо прочитать Много других Книг Начиная Там С Трех Мушкетеров Робинзона Круза И Кончая Может быть Современными Какими-то Произведениями До ходьбы Гарри Поттера Вот Это те вещи Которые Как раз Детям Младшим Подросткам Интересны И Моих учат Потому что Они говорят В более Простой И Более Четкой Форме А классическая Литература Да Ей свойственна И Некая Расплывчатость Ситуации Некая Расплывчатость Моральных Установок Это неизбежно Когда Серьезная Литература Разговаривает Со взрослыми Людьми И Соответственно К ней Приступать Надо К ее чтению Несколько Попозже В большинстве Случаев Ну А истинные герои Насколько они Присутствуют Вообще В классической Литературе На ваш взгляд Ну Понимаете Смотря что Мы будем Называть Классикой Ну Конечно Говорить Что Там у нас Евгений Негин Или Печорин Там Они Будут Героями Это Не совсем Понятно И Это уже Немножко Не то О чем Думает Что может Себе Представить Современный Подросток В то же Время Какой-нибудь Атос Дартаньян Действительно Останется Для него Вполне Героем Вот Если мы Включим его Так сказать В классику Тех же Трех Мушкетеров То смотреть Вполне Получается Вот А русская Литература Действительно И свойственно И большая Сложность И Некая Расплывчатость В морали Тут Подростку Трудно В этом Разобраться Как вы Считаете Должен ли Фильм Или Книга Быть Оружием Пропаганды В современном мире Вот например Экранизация Обитаемый Остров Стругацких По словам Режиссера Тоже содержит Пропаганду Против Тоталитаризма Пропаганда Вообще Имеет место Быть в литературе Кино Как вы Считаете Пропаганда Она неизбежна Будет В литературе И в кино В той или иной Мире Возьмем Хотя бы Голливуд Весь Голливуд По сути Это некая Пропаганда Американского Образа жизни Это никто Не скрывает А есть Более Такая Прямая Влог Пропаганда Когда мы Смотрим Кто Отведен На роли Злодеев Террористов Бандитов И обнаруживаем Там Карикатурные Русские имена И Актеров Которые Видимо На ее взгляд Являются русскими Хотя На самом деле Редко Это тоже Пропаганда Формируется Такой Вот образ Вот такой Злой генерал Чехов Злой Какой-нибудь Торговец Оружием Толстой И все это На полном Серьезе Вкладывается Бывают Конечно Исключения Более Редкие Когда Наши Как бы Российские Какие-то Персонажи В кино Оказываются Нормальными Людьми Но Гораздо Реже А так Тот же Голливуд Очень активно Работает С такой Пропагандой Из-под Валь То есть Не то Чтобы Там Прямо Был снят Плохой Фильм Про Россию Не обязательно Но Где-нибудь Второстепенный Тридцепенный Неприятный Персонаж Из России Или Какая-нибудь Фраза Про Ужасную Российскую Жизнь Вот уже Пропаганда Поехала Но Пропаганда Может В кино Влиять Как-то На умы Человечества Или же В меньшей Мере По сравнению СМИ Скажем Может Может То есть Все-таки Так или иначе От СМИ Все Заранее Настроены На то Что там Будет Какая-то Пропаганда Что там Будет Что-то Высказываться Какая-то Политическая Точка Зрения А так Человек Смотрит Какой-нибудь Развлекательный Фильм И попутно Проглатывает Ту небольшую Дозу Пропаганды Которые Туда Вложили Ну Вроде Все По чуть-чуть Но Накапливается Где-то В подсознании Остается Да И капля Камень Точит Да Да Ну Разумеется Это в какой-то Мере Есть у нас Но Скорее В литературе Не в Не в кино Вот Как раз В литературе У нас Частенько Появляются Такие Неприятные Образы Американцев Которые Там Типа Вряд Вредят Да Да Это тоже Такие Стереотипы Ну Это Некая Такая Может быть Ответная Попытка Тоже Что-то Высказать Негативное Вот Но Конечно Да Пропаганды Есть Везде В той Или Мере Ну А ваше Произведение Что-то Пропагандирует Вы знаете Я по Большому Счету Стараюсь Пропагандировать Две Вещи Во-первых Думать Думать Своим Умом А во-вторых Все-таки Любить Свою Родину Вот Ну Это По большому Счету Это Следствие Потому Что Человек Думающий Своим Умом Он Рано Или Поздно Понимает Что Родину Надо Любить Потому Что Другой Не будет И Пытайтесь Разобраться В том В том Что Происходит В Мир Реально Вот Вопросы Из Социальных Сетей Вам Пишут Что Вы Держите Домашних Животных И Коллекционируете Фигурки Мышей Откуда Такое Сентиментальное Хобби Спрашивает Пользовательница Это Очень Просто У меня Жена Родилась Год Мыши Ей Как-то Подарил На день Рождения Фигурку Мышонка А потом Появилась Еще Вторая Фигурка И Вроде Как-то Собралась Коллекция И Мы Начали Их Выставлять На полочку Это Увидели Друзья Сказали О Вы Собираете И Стали Тоже Приносить Дарить Фигурки И Сейчас Там Наверное Около Тысячи Стоят Вот Всегда Животные Должны Быть Вот То есть У нас Всегда Дома Кто-то Жил Собаки Но Сейчас Собак Нет Они Ушли Уже Живет Попугай Живет Огромное Количество Аквариумных Рыбок Появится Еще Какая-то Живность Обязательно Теперь Извините Я просто Вынужден Уже Наверное Прерываться Мне надо Убегать К сожалению Из дома Да Сергей Васильевич Спасибо Вам Вышли время И вышли с нами На прямую связь Я напоминаю Для наших радиослушателей Что и Сергей Лукьяненко Сегодня был с нами Писатели Фантаст Спасибо И до свидания Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры